Как будто после бомбежки. Так говорят пациенты о 10-й городской больнице. Их фотографии красноречивы, как и отзывы в интернете. Ремонта ноль, не считай разруха, как и во всей нашей стране. Речь шла об отделении неврологии, но сегодня она выглядит так. Вместо людей в белых халатах работают строители. Сюда они пришли в августе и уже выполнили 90% работ. Остался лишь монтаж вентиляции, электропроводки и установка пожарной сигнализации. Не опасно это все было. Сняли верхние слои штукатурок. Получалось, все стены держались на практической штукатурке. Пришлось все демонтировать, все стены. Конструктив полов изменился. У нас все полноценный капитальный ремонт. Оставили только три несущие стены, а новые перегородки решили возвести иначе. Такой ход позволил расширить реанимацию. Раньше здесь стояло три койки, теперь будет шесть. А на этаже, где расположены неврологическое, терапевтическое и реанимационные отделения, при необходимости смогут развернуть и красную зону. У нас появилась возможность разделить помещение, отделить медперсонал от пациентов. У нас появились санитарные комнаты для сотрудников, где они могут переодеться, принять душ. И, соответственно, этого никогда здесь не было. В целом, на ремонт из краевого бюджета выделили 41 миллион рублей. В этом году добавят еще пять на мебель и оборудование. К слову, главврач здесь работает 15 лет, и ремонт для него – дело привычное. Второй этаж, где расположена женская консультация, тоже свежий. После ремонта сейчас здесь очень уютно находиться, то есть все чистенько, все аккуратненько, все беленькое, все, я не знаю, ну просто приятно находиться. На этом стройка не заканчивается. Параллельно в больницу идут и другие ремонтные работы. Добавим, сегодня 10-я городская обслуживает пациентов со всего Южного, а еще с Черницкой и, например, Бельмесева. Это более 40 тысяч жителей. И, судя по комментариям, проблем помимо ремонта здесь хватает. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.